Всем доброго вечера! Сегодня мы все дружно с семьёй ожидаем стол и готовимся немножко к Новому году. Сегодня я хочу сделать два салата. Один я хочу сделать маленькую шубу, потом я сделала оливье и перемазала вафельный торт. Я купила тортик один и перемазала, думаю, не пекла ничего такого. И хочу сделать лазань на видео. Лазань красную я сделала. У меня как раз есть сама паста, то, что мне Вера с Италией передавала, их не итальянская. И есть продукты, и можно сделать. Томас, ну что ты от меня хочешь? Мама занята. И сделаем лазань. Ребята, завтра Коля будет что-то интересное делать, Света с Артёмом тоже там что-то делается. Каждый что-то от себя приготовит. От меня только вот оливье, шуба, лазань. Остальные буду делать они. И надеюсь, что всё получится очень вкусно. И Коля. Яичко тебе дать, сынок? Оливье буду делать, я купила индико, видите? Отварила мякоть индико. Вот такой я сделала тортик, видите? Крем обыкновенный, сгущенное молоко с маслом вареное. И сливовое вареное. Сейчас нам должны привезти стол. Там ребята как раз ждут, вот-вот должны подъехать. А я сейчас накрою его, хочу, чтобы пленкой поставлю на улицу. Он как раз до завтрашнего дня пропитается. А я сделаю оливье. Я купила мясо, мясо индико, мякоть. Не будет у меня никакой колбасы, индико. И всё, мясо индико. А салат шубы я хочу сделать небольшую, маленькую тарелочку, потому что Коля там будет есть очень, только рыбу. Света тоже с Артёмом делает какой-то там и салаты такие лёгенькие. Вот это только я делаю, два таких салата. Но я постараюсь шубу сделать очень чуть-чуть, потому что я всегда шубу делала так, что сначала ложила селёдку. А сейчас я хочу сделать по-другому. Я видела, очень многие мои знакомые тоже делают. Они сначала ложат картошку, лучок, а потом только они ложат селёдочку. И всего только два раза перемазывать чуть-чуть майонезом. И то же самое сделаю я. И всё. А второе, то что я вам говорила, я хочу сделать лазань. Мне прислала Вера листья лазань, они свежие, не такие сушёные. А вот такие, как я делала в Италии. Купила соус мути. Есть у меня пармезан, он тоже мне Вера прислала. Моцареллу уже купила здесь. Мясо я взяла свиногоряжий фарш. Сначала я его обжарю, добавлю туда мути хорошо, в соус. И сделаю отдельно бешамель. И вот у меня будет лазань. Моцареллу натру. Не покажу, как я это готовлю. Потому что Андрей у меня очень любит лазань. Я очень редко её делаю. Но в этот раз, именно если есть продукты, есть именно сама паста в Италии. Почему бы не сделать? Обязательно сделаю. И вот такой у нас будет Новый год. Торт, конечно, не хотела спечь. Я сначала думала, а может быть, спечём три богатыря. Мне нравится это с изюмом, с маком, с орехами. И есть такой делают шоколадный. Это называют три богатыря. Это называют женой чепрынхи, четыре коржа. Не знаю. Я хотела это сделать. Я думаю, скорее всего, может, я сделаю на резьбу этот тортик. Я уже давно его не делала. А так, так как сладкое в реальности, Коля не будет пробовать. Только мы будем пробовать. Я сделала такой. И, кстати, ещё хотела показать. Я вот купила в Майкроф. Вот такое. Что вам подожди, я вижу, что ты рассказываешь. Вот, видите, вот такое купила штрудель. Такого типа я покупала когда-то в Ливле. С изюмом и с орехом. Это у нас будет, мы порежем на Новый год. Попробуем. Панатон у меня есть. Думала, может сделать. С панатона тортик. Ну, не купила маскарпоне. У меня ещё есть, Вера мне выслала эти савоярди. Хотела сделать... Как она, господи? Что я хотела савоярди делать? Потому что савоярди делают и рулеты, и делают тирамизу. Но тирамизу не получится, потому что, честно говоря, я этим даже не думала. Об этом и тирамизу. Может, даже тирамизу сделаем именно на резьбу. Ну вот, приступим к выполнению, как говорится. А куда оно резать? Бабушка, я тут на кровати, чего вы нет? Любитель? На улице пошёл дождик маленький. Да. Вот тебе и Новый год будет в болоте. Так, возьмём 2 морковочки мне на оливье. Тоже оливье не сделала очень много. Не сделаю много. Кстати, я сегодня читала о оливье, что оливье лучше именно перемазывать перед самим употреблением. Потому что, когда ты его перемазываешь, 4 часа ты можешь это съесть. Потом, это диетологи пишут, потом в реальности, как они говорят, что оливье вредное. Это русский салат, он салат русов. Ну, ещё плюс. Сказали, что ненарезанное оливье может стоять 40 дней. Не 40 дней, господи, 40 часов. Вот это я сказала. Это я уже просто время позднее, видно, я сегодня слишком много на ногах. Вот. Сейчас почистю 2 морковочки, мне осталось 3 картошечки. И всё. Остальное всё готово. У меня уже горошек. А, забыла, надо огурчики принести. Андрюш, как это ты забыл мне помочь огурцы принести? Самое главное не надо. Маленькие или большие? Ну, то, что на балконе стоит, я открыла. Если не хватит, ещё открою. А, сейчас. Я тебе забыл сказать, я 10 минут приглашал кум фотографию с Америки. У них такой снег хлопал. Да? Класс. Валя тебе привет, если ты нас смотришь. Чикаго. Большой привет тебе, твоей семье. Тебе в семье. Всем кумовья. Здоровья вам крепкого и сил. Удачи, любви, всего самого хорошего. Как всегда. Всё самое такое традиционное, что можно пожелать. Здоровья. Главное здоровье. Ну, вот когда нет здоровья, то сложно. Правда. Так. Год очень тяжёлый этот был. В плане того, что это высоко. Спаса он уйдёт. И, как говорится, я не знаю, через 4 года вроде бы возвращается. Ну, желательно, чтобы он не возвращался в такой, потому что, действительно, если в этом году очень много людей умерло от болезни, особенно от этого вируса, от всякого плохого. Желательно, говорят, если високосный год плохой, желательно, чтобы не было хуже, чем в этом году. Для всех людей. Для всех людей. Я закрывала огурцы три вида. Одни с уксусом другие, как бочковые, сильно солёные. А третьи у меня получились с лимонной кислотой. Сладкие. Андрей, тебе нравятся эти огурцы? Ну, они сладкие, но нормальные. Они такие вышли, как бочковые. Не, бочковые эти, то, что... А это другие? Да, это другие, да. Пожалуйста, я не знаю, если... Я думаю, что мне хватит, да? Если не хватит, я тебе ещё наставлю. Что-то мне от тебя, да? Ну, там посмотрим. Сегодня купила картошку красную. Надеюсь, что она будет вкусна, потому что мы купили целый мешок картошку. Ох, тут недалеко от нас, а она сладкая мороженая. Я думаю, как они продают эту мороженую картошку? Не, она не то, что Светлана мороженая. Видать, они в ларьку железном продают. Они, наверное, товар не забирают, оставляют в железном ларьку. Да. А там, наверное, холодно и замерзает. Она замерзает, и потом этот товар берут люди, да? Нормально, наверное. Ну, что делаешь? Если оно не пригодит, если оно, как говорится... Ну, хорошо, я купила. А если я купила какая-то, бедная бабушка, пенсионерка, один килограмм, че два килограмма, а потом надо все выбросить. Покупают люди, покупают. Да и я, что покупают. Так, иду я, помою руки. Что мне еще? Это мне все на шубу. Основное. И огурчики сейчас я приготовлю. А ты сегодня только хочешь приготовить салат и все, да? Да, я салаты и лазаньи сделала. Сейчас суга на лазань. А, будешь суга делать? Да, завтра сделаем уже лазань полностью. Только суга приготовлю, чтобы завтра у меня уже был соус с мясом готовым. Ну, мы тебе поможем. Ну, а еще пешамер сделать. Вообще, многие делают, я хочу сказать, что даже и продают в магазинах. Она уже готовая, лежит. Вы только приходите и ее домой или разогреваете, или 20-30 минут, в зависимости как оно, или на 40 минут. Я всегда обычно делала, всегда даже там за границей, я делала ее сразу и сразу же готовила. А некоторые делают вечером готовят, ставят ее в холодильник, а на следующий день ее приготовляют. А это что ты с огурцом сделала? Кто это такой сделал? А это коляня нашла. Ух ты, он так хочет на Новый год огурчики сделать? Угу. Красиво. У нас фантазер. А как он это делал? Ножом разрезал? Ножом разрезал. Надо у него спросить. Красиво. Смотри, он брал вот такой огурчик и очень тонко его резал. Очень тонко, 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 совсем тонко. А потом его загибал. Угу. Так, видите, три огурчика нам не хватило, мы открываем новую баночку. Колес, ты не хочешь попробовать? Ну, пожалуйста, попробуй, на. И оцени, скажи, как тебе. Не, я не могу кисать. А, не можешь, так сказать. А ты не хочешь попробовать? Я уже пробовал. Это же новые огурчики. А, Адаш, я сейчас. Сейчас надо другие. Скажем, вот это выслало сладкие, говорим. Ну, бабушке дай попробовать, она скажет, хороший ценят. Ну, бабушка очень редко говорит, что не вкусные. А ну, ты попробуй огурцы на огонь. Хороший ценят. Где огурцы попробуй? Хороший ценят. Где огурцы попробуй? Ну, мама сейчас тебе дай, попробуй, хорошие чи нет. Ты дай. Будешь пробовать. Они не сладкие, нет? Нет. На, мам. Седай туда. Аккуратненько. Та огурцы такие, как бочковые. Ну, по-моему, так кажется. Як бочковые. Нет. Хорошие? Нет. Бабушке не нравится. Я же говорю, бабушке шумуга. Котки-чеки. Нет. Котки еще нету. Те, перед тем, то были сладкие. Крабахка, да? Да. На, вот я попробую свежий граб, хороший. Отличный. А что, если делать свежих огурцов, то долго не будет ставить салат? Я не люблю со свежих огурцов, я знаю, что поливее должно быть салатно. А свежее? А свежее то не вкусно будет, оно не будет такого вкуса будет. Да. Ты думаешь, ты у нас. А Томас заглядает, Томас уже огурцы брал, ты таскает будку себе. Так, все послаживаю. Все уже? Угу, так. Так, смотри. Немножко лучка зеленого нарезала, видите? Так, теперь я сейчас сделаю другую луковицу. Мелко порежу. Что-то недолго стол увезу. Сейчас лезем. Так, дать вот стопену принять. Дочистим, дарим уже на огурчик. Невкусные огурцы у нас. Бабушка говорит, они не вкусные, но потом кушаем. Говорит, у нас так все время не вкусно, но потом кушаем с поглостью. Не любит бабушка невистку. На следующий год бабушка закроет, посмотрим. Кабачок. Я же их вместе закрывала. Видишь, это все с огорода, вот этот кабачок. Под лавочкой. Под лавочкой. Некоторые любят крупное лилие. Я всегда режу. Несу не все, средний. Я все вспоминаю, как они говорили, когда Виталий были. Они очень любили, говорят, инсалата руса. Честно говоря, далеко им до инсалата руса, потому что у них очень майонез, очень такой твердый. Знаете, не то, что твердый, у них хорошие вкусные. Что, мам, я режу огурцы, я салат делаю. Закрыла бы, наверное, от сольных было пахающе. Калагушцы? Они очень вкусные. Мне, Андрей, понравились. Мне понравились. Они не соленые. Как раз такие, как надо. Я хочу вам сказать, что он за Италию. В Италии оливье делаю. Всяких тоже делаю такие солнышки всякие. Но именно режут практически продукты, но их не продукты. И майонез мне не нравится. И вкус не такой. Они любят русский салат, но он все равно не такой, какой мы делаем. У меня в Украине, в России. Не такой вкус он имеет. А ты куда делаешь? Хочешь, Оливье? Да. Я делаю это, Оливье. Ты дай мне еще, хорошо. Не удаляйте, нам так нравится. Вот видите, как я. Круто. Да. Доли, не трогай, пожалуйста. Такое, как принесло оливье, что ты больше он. Какие выручки требненькие. Ну, а то Коля приезжал, а то я сделаю. Вы же не делаете. Хотите, я вам дам отдельно, сделайте салатик. Идите. А, ну что бы нет. Делайте сами, Оливье, ну попробуйте. Так? Ну, что ты только кинула, я не знаю. Видно, много от них. Очень вкусные огурцы. Вот я бы тоже в тот раз говорила, ой, невкусные, невкусные. А ели, вам что-то потом понравилось. Ну, так очка. Это из всех троих. То, что закрываю одинаково. Три раза, три разных. Кусала их. Постоянно ели. То есть, в этот раз они вам не вкусные. Накрыть. Ну. Так. Запах. Ты шо ждёшь? Мама ничего не даёт. Морковь. Не даёт мама морковочки. Так. Вот так. Всё вместе. Хорошо, что такая крупная досточка. А то есть такие светошки на машинке. Я руками, Оливье, машинкой не делала. Не, я хочу, что машинку её рубят. Перекручивают, Оливье? Да, да, перекручивают. А я, Джене, машинка делает. Ты хоть по телевизору показываешь. А, ну, я не знаю, может, вы там какие-то особые технологии видели. Я не видела, Оливье. Ну, показываю, как машинка крутая и такими-то крупненькими. Ну, видите. Что это за машинка? У каждой хозяюшки. Да, дож, на мясорубку не будешь. А это шо ты? А это и машинное мясо. Я иногда делала с курицей, а в этот раз буду делать с индюка. А ты уже цепутку покрошил? Нет, сейчас покрошу, только зелёную покрошила. Что, и ты? Не-не, у меня уже всё есть. Это долго, Светлана, этот стол. Вот видите, как мы делаем солнышко. Теперь мы картошечку порежем. Я помню, когда-то был такой салат солнышко. Резался огурцы, огурцы, картошечка, лучок такой зелёный. Кукуруза, по-моему, там была. Внутрь ложилось такое, как консерва. Ещё что-то какие-то были, не помню. Он был такой, как солнышко, а потом в конце ставилось на стол, а потом его всё вот так перемешивали. А ты тоже картошка, цель, не солодка? Нет, она солодка. Это картошка вкусная, потому что я её не купила много, я её купила всего 2 килограмма. Правда, она не сладкая. Почему вкусная? Много вариантов, так ещё делают печеньки. Ну, не знаю, самое ходовое, мне кажется, на Новый год, это всегда была шуба и оливье. А там уже кто что. Сегодня мы были в метро в магазине, и я видела, там очень много людей берут рыбу. Очень много-много брали рыбу, особенно краску много брали свежую. Покупали, и прям очередь была за рыбу, за свежие. Салата много зелёного брали. Потом, кроме зелёного салата, ещё там что-то. А, вы видела, что икру покупали. Ну, я поехала с Николой, взяла только то, что необходимо. Потому что по-другому никак не может быть. Ну, какие-то дела. Так, раз. Ещё нам останется покрошить яйца и мясо. И всё. Горошек может, как говорится. Каждый год, каждый экспериментирует, готовит какие-то новые тоже салаты, что-то новое. Я когда-то вот всё вспоминаю, я видела одно видео, азиатская кухня. И на азиатской кухне тоже делали, по-моему, с рукавой салат из уха. Было ухо. Было ухо. И специальный соус. Помидор. И такие специи, именно специально китайские. Говорят, что это очень вкусно азиатский салат. Я не пробовала, но на видео было такое. И отзывы писали, которые особенно люди живут в Китае, что очень вкусно. Бабушка сказала, что я не так режу. А как надо резать? Более мелко. Что не такая морковка, не такая... Это порезано. Я предложила, она сказала, иди ты вон, я не буду порезать. Я говорю, может, прийдите порезать? Она говорит, нет, иди вон. Но могла мама хоть раз на один хоть праздник что-то приготовить. Ну, и что-то у нас трудно, с этим. Так. Какая хорошая досточка, да? Классно так. Покрутила, покрутила и готова, да? И все, весь салат на круглой доске. Ну, эта доска больше подходит на пиццу, Еленя. Ну, да. Классный вкус на пиццу. Боже, как я соскучилась по хорошему вкусу пиццы. Я сколько здесь не пробовала пиццы, все равно она не такая. Нету ни этого вкуса. Можем, ну, как-нибудь так. Вроде бы готовят и говорят, что едут. Мы пробовали итальянскую пиццу, но что-то далеко до итальянской пиццы. Хотя, видела, в Метро очень много продуктов. Практически есть много продуктов итальянских здесь. И макароны я видела. И видела рисы всякие. Вот я купила тоже, кстати, купила там тоже. Мути купила, а вот, видишь, Метро. Соус итальянский, он очень вкусный. Так, теперь мы поворачиваем в другую сторону. И осталось у нас теперь пить яичек. Мы сейчас покрошим. Сюда мясо. И все. Сюда. Сюда.